физкульт привет друзья и ученики сегодня у меня в гостях танюша с канала ти джим яркий путь к совершенству и мы сегодня будем отвечать на ваши вопросы которые вы а точнее тайны подписчики задавали под видео роликом первым выпуском посвященным нашей совместной работе мы готовим таню к очень серьезным соревнованиям в америке в орландо это будут соревнования европа геймс ежегодные соревнования а и в биби федерации самой серьезной федерации бодибилдинге и у нас есть пять месяцев за эти пять месяцев вы увидите все как таня будет тренироваться как то не будет питаться все расскажем вам о спортивных добавках о режиме дня о режиме восстановления поэтому если у вас есть конструктивные адекватные вопросы мы будем рады на них ответить пишите их в комментариях под видео у меня на канале и у татьяны и я думаю если вам такая рубрика понравится то мы будем частенько делать такие выпуски отвечать на ваши вопросы вопросов на самом деле пришло очень много я вижу что людям интересна эта тема я прям очень удивлена много очень хороших позитивных комментариев есть некоторые веселые такие что можно повеселиться так что давайте наверно будем по порядку все читать и отвечать вместе с его радует то что в основном конечно все тебя больше 90 процентов все таки адекватных людей которые поддерживают тебя и во всех твоих начинаниях это приятно гола за кадром принадлежит дмитрию мало кто его знает но я есть и мы начинаем первый вопрос вернее утверждение от julien американский про все на фарме только ради бога не убеждайте в обратном и сразу на про метите достаточно смелое заявление про действительно на фарме но мы метим не в про мы видим к тому чтобы прийти к про и хотим сразу же заявить себя потому что таня уже в отличной форме вы все это прекрасно знаете мы хотим заявить себя на высоком уровне сразу на серьезном уровне чтобы нас заметили и для этого городские соревнования или какие-то другие соревнования нам не подходят и секундочку про представка это то есть не что я готовлюсь как про спортсмена то есть про бикини про питание про тренировки про еще что-то то есть в этом плане но на самом деле если говорить откровенно ты готовишься как про что такое про человек который посвящает себя целиком и полностью поэтому можно сказать что таня действительно живет а почему не метить сразу высшие награды и если ты можешь адекватно себя оценить тем более со стороны люди смотрят я как тренер я тоже же рискую свою репутацию вводить тебя к примеру даст где то чтобы мы облажали поэтому ребята не думайте что вы умнее там чем мы хотя многие из вас наверняка умнее но мы знаем что мы делаем и мы идем к поставленной цели следующее утверждение даша колесник егор просит читать все подряд ребят поэтому крепитесь мне кажется что то форма в которой сейчас стане очень женственно и очень подходит я не могу сказать ничего против этого но в плане выступлений фитнес бикини это совершенно не то что нужно для жизни возможно вполне возможно но я больше чем уверен что дима счастлив но чтобы выступить на соревнованиях нужно делать немножко более качество дальше вопроса вернее снова утверждение от анна ки я вообще не понимаю как можно следовать таниным комплексом тренировок и называть ее тренером если она по сути дилетант просто обычная девушка которая тяп-ляп тренируется и снимает это на камеру наконец-то она попала в руки профессиональному тренеру вот на это уже будет интересно посмотреть и даже чему-то научиться мы можем учиться постоянно друг у друга я уверен что если бы таня пыталась к примеру меня тренировать я бы тоже много чего почерпнул и называть человека который мотивировал огромное количество людей и у которых есть результаты дилетантам ну просто не очень красиво мне кажется вы же тоже смотрите этот канал оставляйте свои комментарии те комплексы которые показывает таня вполне подходят для простых девочек которые хотят хорошо себя чувствовать хорошо выглядеть радовать своих да я ними никогда не метила на супер профессионала все знают я не слышал когда что ты говорила я там да говорю что я просто показываю то что я делаю то что подходит для меня и это выбор каждого следовать этому пробовать эти советы на себе или нет и мне кажется так у любого блогера который просто показывает делится своим опытом это просто ты же пришла к тому что ты имеешь через такие тренировки поэтому это имеет место быть но это дело каждого следовать этим советом или нет оксана смирнова на аватарке просто шар пишет все пропала девочка станет теперь одна из тех баба лошадей которые выступают на конкурсах бикини тренер тоже молодец конечно надо хрени наговорить чтобы на хлебушек заработать а интересно какой хрени я наговорил в предыдущем ролике мне интересно открою секрет мы снимаем это видео повторно когда мы снимали первый раз мы просто оборжались особенно теми комментариями которые я говорил по поводу человека который оставил этот комментарий я уверен что это не баба лошадь это толстожопый бегемот который просто садясь на табуретку свисает с двух сторон и чтобы себя как-то оправдать нужно обосрать кого-то другого друзья вы ошиблись каналом нас это нисколько не задевает вы только показываете свой уровень развития свою убогость мне вас жаль анастасия семенова пишет после этого тоже не понимаю такого смысл бикини показывать чего ты смог добиться но таким макаром можно и анорексичек показывать а что тоже усердно старались что бикини что анорексия вредны для здоровья в чем смысл этого конкурса объясните я скажу только одно если вы не видите разницы между бикини и анорексией то вам нужно обратиться к психиатру есть вещи добавить психиатру я не знаю но вообще смысл бикини это показать все наработанные твои труды для чего ты это все делаешь мне кажется это просто тупо и глупо когда ты имеешь шикарное красивое тело закутаться не знаю в какие-то шарфики пледы и сидеть ни в коем случае чтобы у твой муж ревновал боже мой не надо мне кажется наоборот нужно пока просто я вам скажу ну действительно без каких-либо смешных таких кавычек для чего и почему айбб федерация придумала конкурс бикини потому что как раз таки вот женщины категории бодибилдинг вызывали как минимум смущение большинства людей у мужчин у женщин адекватных у меня в том числе и бикини было создано только для того чтобы показать как девушка занимаясь спортом не обязательно хочу подчеркнуть качалки вообще красота спортивной женской фигуры другое дело куда опять таки ведут все дороги действительно чтобы быть супер в топе там три на олимпии то нужно принимать стероиды принимать определенные препараты но большинство из вас к этому не стремится и не принимая стероиды не принимая мужские гормоны вы как бы тяжело не тренировались никогда не станете похожими на мужчину вы только будете становиться женственнее сексуальнее и ваш мужчина будет радоваться дима ты рад что то это абсолютно так что у него на чем-то гудро скажу днем конечно настя мирная пишет у то немного свободного времени решила себя занять глядишь там чего и заработает и будет уже писать в инфе себе участник призер плюс 100 к своему рейтингу но это же круто если человек может что-то позволить себе что-то делать зарабатывать на этом это мечта про американская мечта жить думать что удовольствие что как бы такие вещи не оплачиваются и ты должен все занимать этим заниматься только ради этом призрачных каких-то кубках или так далее так далее ты это как бы ничего ничего плохо в том что если ты занимаешься полезным для себя и любимым делом ты еще и за это можешь деньги получать разве это не плохо я хочу сказать что он только до войска не на семья пример моя семья мы приехали в америку и мы рвали мы делали все для того чтобы как-то вырваться подняться но в принципе я и в россию приехал из молдавии тоже имея 100 рублей в кармане если вы не можете заставить себя даже тренироваться если вы не можете любимым делом обеспечивать свою жизнь то не стоит как-то принижать достоинства других я считаю если человек может своим трудом особенно то что ему приносит удовольствие получать от этого еще и прибыль это счастье непонятно чему написано но девочка под ником кофе без сахара пишет а почему бы и нет я когда сильно была увлечена таниным каналом больше боялась что она родит ребенка и все забросит я уверен что тоня перед тем как родить ребенка во время беременности и после наоборот не меняется жизнь от до после если вы любите фитнес если вы занимаетесь этим постоянно то это не должно как-то препятствовать чему-то ты наоборот должно как-то мотивировать больше следить за собой больше есть отличный пример семьи скоромных арину я знал ее видел ее фотографии до того как она вышла замуж на того как она родила сейчас она выглядит лучше чем до родов друзья все зависит только от вас от вашего желания следующая анастасия семенова чего так чего красиво на этих конкурсах я не видела я здесь ничего красивого на этих конкурсах я не видела но это чисто моё субъективное мнение вопрос в том что таня была всегда за гармонию души и тела а тут подгонка себя под стандарт еще и стали под удар свою женское здоровье но для меня это важный аспект но я таню не осуждаю просто для меня это непонятно это же ее жизнь она наверняка осознает что делает и понимает последствия не осуждаю но укоряю классика и если человек не понимает но осуждает это как-то по-моему нелогично это нужно разбираться этом вопросе или не лезть в этот вопрос или пытаться его изучить как-то почему логично отвечать девушка думает что тот стандарт который принят фитнес-бикини нет что это не то к чему ты стремишься я как-то разрушит гармонию души и тела я всегда была за гармонией мне кажется фитнес-бикини в натуральном их видео это эталон женственности разве нет когда девушка выходит на сцену просто не можешь отвести взгляд от нее и я вам покрою секрет если кто-то не знает сейчас современная фитнес-индустрия позволяет вам в том состоянии в котором вы есть если вы медиа известный человек получать огромное бабло даже не выступая на соревнованиях для этого не нужно принимать стероиды есть куча примеров людей которые вообще не занимаются спортом моделируют себя в инстаграме фотографии выставляют свои задницы или чё я просто не буду приводить пример вы даже не знаете есть девушка одна занимается у меня в зале всемирно известны у него два с половиной миллиона подписчиков кто видел ее у меня на канале там одни восторженные у это же это богиня друзья видели бы вы ее в живую идем дальше кофе без сахара снова девушка отвечает поживем увидим может таня вообще не выдержит нагрузки мне нравится более мускулистые женщины чем таня но ее ты как раз трудом представляю уже другой но это тоже проблема девушки без сахара меня любят представлять каком-то образе людям каждого моего зрителя есть какой-то образ обо мне но главное же нравится саму себе они подстраиваться под зрителей краеша каждому определенному человеку что интересно большинство известных людей вынуждены вот как раз таки жить в образе тех или иных людей поверьте мы такие же обычные простые люди как и вы сидящие за ту сторону экрана катерина милк задает грамотный вопрос интересно будет узнать какой бы живую колораж сейчас своем питании во время подготовки к конкурсу а также насколько и как он отличается от того как ты пыталась раньше мы сделаем отдельно это будет отдельный ролик и кстати мне есть идея я не знаю что ты думаешь по поводу этого может пойти допустим супермаркет и вместе сделать покупки разбирать разные допустим продукты просто я такую идею же не раз воплотил надо выбрать супермаркет мы пошли с женой в волмарт и нам запретили снимать хотя это не законно я знаю что в общественных местах можно спокойно снимать но выберем какой-нибудь пабликс сделаем для вас и поверьте таких роликов будет ни один за пять месяцев мы завалим вас информацией это держитесь многие поддерживают таню например софи пролайф то не знает и поддерживает пишет что рада что теперь наших рядах удачи те красотуля и тому подобное а так еще много людей интересуются всего четыре упражнения на тренировку и гор мне тоже нравится софи пусть приезжает к нам в гости потренируется с нами в одном из лучших залов мира не побоюсь этого слова и мы даже поможем ей тоже есть она хочет выступить здесь на соревнованиях это гораздо принесет ее карьере больше возможностей чем это можно сделать в наших странах что касается четырех упражнений если вы не можете выложиться и в десяти упражнениях то какая вам разница делаете в одно упражнение 10 если вы не умеете концентрироваться не понимаете вообще сути тренинга то вообще не важно сколько вы делаете упражнений можно одним упражнением так прокачаться теми же приседания так устать что вы конечно если вы ходите там делаете ваши любимые махи там пытаясь взлететь то это ничего кроме разочарования не вам не вашей попе не принесет следующее утверждение джулия плакс пишет итак если я правильно поняла то девушки которая ходит зал и занимается для улучшения своей фигуры здоровья не худеет и не стремится к соревнованиям а просто хочет стать сексуальной ей достаточно будет сбалансированного питания и регулярных тренировок без дополнительных пищевых добавок таких как примеру bc и протеин и так далее заранее спасибо за ответ действительно тот кто стремится просто к здоровому образу жизни должен придерживаться правил здорового образа жизни но такие добавки как витамины они входят в обязательный рацион неважно хотите вы выступать нет тренируетесь вы или нет вашим родителям вашим детям вам необходимы витамины для поддержания здоровья потому что в современном питании витамины отсутствуют не забывайте что все что мы покупаем супермаркетах зачастую в 99 процентах выращено на специальных фермах где применяются специальные комби корма для животных там для тех же растений посмотрите только то как китайцы выращивают огурцы там где они должны расти там три недели до они за два дня вырастают какие-то могут быть витамины часто видно что ребята хвалят и горова пишет очень хороший грамотный тренер танечка успехов тебе вот вопрос здравствуйте танец скажите можно ли заменить фитнес бегом если да то будет ли бег как-то эффективнее фитнеса но мне кажется нужно выбирать по своему желанию как бы что вам больше подходит но смотря что вы хотите какая у вас цель стоит если вы хотите худеть или набирать мышечную массу то тут уже надо более грамотно спланировать свой тренировочный процесс и лучше силовых тренировок в тренажерном зале с дополнительным весом для сгона лишнего веса и каких-то изгибов нет ничего лучше кроме этого и бегом я еще хочу подчеркнуть вы можете только навредить себе во первых если у вас лишний вес это будут страдать колени а у большинства бегающих людей даже у кого нет лишнего веса страдают колени и еще нужно знать и понимать что есть такое понятие как инсулин который питает направляет питательные вещества в жировые клетки или в мышечные клетки как раз таки человек который не принимает гормоны но тренируется силовым тренингом и использует кардионагрузки если много классического кардио то все питательные вещества направляются в жировые клетки на то чтобы они не разрушались не забывайте что жировые клетки это неприкосновенный запас нашего организма и чтобы обмануть организм как раз таки нужно разделять силовой тренинг под кардио тренинга не делать в один день и никогда я не советую делать классическое кардио только интервально но вы увидите мы это тоже все будем делать все об этом будем подробно очень рассказывать следующее утверждение сложно представить таню в гриме для фитнес-бикини но это ваша увидите что представляете можете конечно пока помечтать мужчина очень грамотный успехов вам татьяна но это не про меня это про него не знаю может и про тебя как это не уточнено дальше девочка карина пишет я в шоке от некоторых комментариев почему не надо и так далее девочки но это же круто что то не решила получить такой опыт и еще круче что она будет делиться этим с вами мне например очень интересно особенно питание ну и тренировки конечно же таня ты молодец желаю удачи хороший комментарий да действительно почему бы не попробовать это будет интересно дальше катерине ответь отвечают вот например катя усманова да показывалась два года не может забеременеть после окончания карьеры бикинистки вы лично и помогаете в этом что она не может следующая девочка отвечает почему не может в интервью говорила у меня знакомая в бикини не участвовала а 10 лет не могла потом получилось он какие ну вот так правильно егор говорит обсуждение а вы что и личный врач тому подобное скажите с каким весом вы приседали ну мы пока что в тех видео которые вы видели приседали с очень легким весом вообще не ориентировались на вес ориентировались на то чтобы проверить поставить технику посмотреть как работают суставы поэтому я даже не помню там вес был может 20 там килограмм на позади тренировки мы приседали около 50 килограмм да да и там же у нас блинчики совершенно по-другому как бы вес показывают и ориентироваться на вес какого-то спортсмена вот знаете когда человек приходит зал и смотрит о сколько она приседает я сейчас еще больше по навешивать или ориентироваться на какого-то человека не стоит нужно ориентироваться только на себя почему мы используем блины для кроссфита которые имея такую же форму как олимпийские блины имеют гораздо легче вес только потому что с этими блинами легко ставить технику в тягах потому что если делать как делают большинство используя маленькие блины поднимая их с пола то вы уже с гарантией не будете выполнять технику правильно будете наклоняться излишне а эти блины позволяют работать с маленькими весами но уже в правильной амплитуде в правильной технике не используя никакие подставки подкладки под блины только с этим все связано так тренер хороший только слукавит если скажет что фит с бикини можно на высоком уровне конкурировать без запрещенной фармакологии при просмотре видео хотелось вопрос задать может ли мужчина подготовиться и заниматься занимать высокие места на соревнованиях тем более в америке хотя бы на мэнс физик без фармакологии это такая проверка на честность я и открытость если ответ да все ясно много таких к игре тоже ответил когда у него спросили принимает ли он запрещенную фармакологию но он ли orange juice я только нужно быть образованы друзья он не обманул вас в америке стероиды называются джуз поэтому это только ваша ограниченность он вам открыто сказал я принимаю оранжевые стероиды на сленге в америке стероиды называют джуз лист поэтому если вы что-то не понимаете не стоит и не надо нас проверять мы что там в чем-то провинились или что я вам скажу откровенно что на высоком уровне на любительском можно нормально выступать вообще и в бодибилдинге и в мэнс физик и в бикини в бикини нужно переходить на фармакологию только если вы увидели в себе потенциал только если вы уже видите что вас ждут в про лиги если у вас куча уже спонсорских контрактов если вы на этом будете зарабатывать но девушка всегда рискует своим здоровьем всегда если начинает принимать свои препараты мужские но нужно понимать тоже что эта индустрия в америке уже развивается не одно десятилетие и люди действительно есть опытные которые знают как что когда и кому принимать поэтому ну сдуру можно и хер сломать но вам нужно понимать одно что мы стане сейчас вообще даже не ведем речь о фармакологии и многие ученицы мои которые приходят хотят выступать сразу же спрашивают меня я категорически против даже если они хотят этого мы сначала выступаем именно без стероида чтобы посмотреть на что то что касается вот он говорит про мужчин если смысл в америке мэнс физика можно ли натурально как опять-таки на про уровне не то же самое конечно вы просто не представляете как выглядят мэнс физики здесь чтобы во штатах здесь мэнс физик так пашет что у многих кстати шорты за ноги закрыты шортами но они приседают с такими серьезными весами все зависит от человека я знаю много бодибилдеров у нас в зале тренируются бодибилдеры огромные которые тренируются как девочки с легкими весами не напрягая смысл если потому что от стероидов вас прет даже если вы просто лежите попой на диване понимаете но почему-то такие люди как дориан яц ироник коллиман вошли в историю как самые мощные самые массивные почему потому что они тренировались как черти в аду почему егор говорит что боят бояться увеличения талии тани не надо если бы она приседала с весом 120 килограмм при этом он называет этот вес 1 и 5 веса тела у тани килограмм 55 наверное вес тогда на штанге должно быть 80 85 не больше не больше это все условные цифры и чтобы действительно расширить талию вам нужно приседать действительно даже пускай вы возьмете полтора веса от собственного тела но на 12 повторений кто из девчонок из вас там из вас того из вашего окружения способен на это у меня мало таких знакомых таня а разве при приседе с таким большим весом нет риска повреждения матки хочу чтобы вы затронули этот вопрос следующем выпуске видео супер очень информативно но опять у нас небольшой вес был это как бы детский может быть даже вес какой-то мы можем чуть чуть больше подняться но если это делать неправильно то не то что в какие-то матки опущения просто там может там какие-то проблемы с суставами могут быть но опять же мы делаем все очень постепенно очень медленно и стараемся все делать только правильно я каких-то там повреждениях матки я даже не всегда ой не просто так грамотные тренера инструктора мирового уровня говорят вам что никогда не смотрите на вес никогда не сравнивайте себя с другими спортсменами с другими людьми все мы индивидуальны кто-то от природы приходя в зал уже настолько силен что некоторые люди не могут достичь таких результатов после 10 лет тренинга это что к примеру может и таня кто-то из вас вообще может никогда не достичь а кто-то может быть очень легко с этим справиться я вот с другом когда пришел в тренажерный зал серьезно заниматься первый раз мне было 20 лет я сразу же поднял 150 килограмм становой тяги на 8 раз конечно после этого я два месяца не мог ходить спина болела но понимаете да чем я говорю никогда не сравнивайте себя на с кем кроме себя вчерашнего добавляют есть риск вообще опущение внутренних органов и особенно при потере веса конечно есть но опять таки с дуру друзья можно сами знаете что сломать мы все делаем грамотно ничего у нас не опустится а только поднимется и надеюсь что у вас тоже у многих поднимется когда увидите в какой форме будет таня через пять месяцев добавляет нужно приседать так чтобы копчик не падал вниз и держал только растяжение ягодичной мне сложно представить чтобы копчик упал вниз я вам скажу что вообще нужно приседать медленно любая негативная фаза движения в любом упражнении должна быть в три раза медленнее чем позитивная если вы падаете по попой и при этом ударяетесь о него копчиком я вам завидую вас шикарная растяжка и вам беспокоиться вообще не о чем девочка шутит пишет ну а что кто-то во будущем хочет стать мамой типа что то не она не хочет стать я хотел бы стать папой если бы получилось стать мамой то наверно тоже был бы не против миллион долларов вроде обещают за это какой приятный тренер все отлично объясняет еще видео с ним очень буду интересно посмотреть на трансформацию танюши успехов еще насмотритесь обещаем расскажите пожалуйста про витамины я тренируюсь просто для себя можно ли пить омега-369 нужно есть видео кстати мое вот последнее на канале посмотрите я как раз таки снял его три лучшие три важные добавки для людей и там нету не быть за они глютамина не креатина не даже протеина омега-369 витамины это то что нужно абсолютно всем а сейчас еще я рекомендую добавлять коэнзим q10 не я рекомендую медики рекомендуют человек который раскрыл это вещество получил нобелевскую премию это говорит по моему само за себя очень интересная эта тема какой комплекс витаминов витаминов посоветуешь я хочу сказать что в наших странах в россии и в украине украине даже наверно не знаю лучше всего если вы в аптеке купить алфавит там где как раз таки три таблетки разбитые на утро день и вечер почему потому что витамины между собой конкурируют многие убивают друг друга и не каждый производитель может позволить себе в одной капсуле сделать так чтобы витамины растворялись определенное количество времени первый слой второй третий и все что остальное продается в аптеках в принципе на букву г если вы хотите купить что-то из спорт пита то это проверенные бренды это оптимул нутришин это сейчас я знаю в россии открылся самый первый производитель который вообще стал когда-либо производить витамины это джинси они производят отдельно для мужчин отдельно для женщин шикарные витамины если вы их попробуете если у вас есть возможность заказать их именно отсюда со штатов а не купить в россии я вам гарантирую даю слово вы за неделю девчонки почувствуете на ногтях на волосах как это укрепляет меня жена сколько не пила вот жили мы в россии страдала от ногти хрупкость волос приехали сюда не купили с тещей эти витамины через две недели они ходили как кошки царапали стены пишут шутят таня терминатор будет в третьей части девушка терминатор в принципе да было довольно таки симпатичная моделька это так расскажите пожалуйста про связки как укрепить у меня есть большая статья на моем сайте и чем джин точка ру и видео есть на том же сайте на моем канале конкретно посвящено как укреплять связки просто сейчас мы не будем это если начну рассказывать займет огромное количество времени но также мы будем стане в наш традиционный цикл где-то через полтора месяца вводить такие тренировки поэтому вы их увидите если вам лень искать ждите и увидите вопрос к егору можно ли заменить витамин c настоем шиповника кстати хороший вопрос и я тоже одно время пил именно шиповник заваривая его три-четыре раза потому что заметил что на второй третий четвертый раз насыщенный напиток получался но если у вас есть возможность если вас не ограничивают средства все равно добавляйте витамин c в виде добавок это не помешает хочу немного избавиться от жира но и набирать мышечную массу как лучше это сделать лучше всего зайти на мой сайт и чем джин точка ру и найти статьи для девушек как похудеть как набрать мышечную машу массу как похудеть как набрать мышечную массу что такое вообще заговорили за меня шепелявец никогда не шепелявил в общем девчонки смотрите мои статьи смотрите мои видео и у тани на канале очень много видео как быть тонусе как хорошо себя чувствовать поэтому этот вопрос очень обширно не то что он только уже видео по моему тебя и у меня и статьи берите изучаете это очень легко поверьте стас задает вопрос просто нужно заработать денег вот и собралась на этот конкурс дима программист тоже там же будет участвовать дима ты собираешься в бикини да я раз я у меня не хватает груди сделаем тебе силиконов тогда буду участвовать стас завидует диме что он тоже будет участвовать в бикини или в чем я не понял вопрос много поддерживают таню пишет ты победишь красивые фитнес бикини мир красивее фитнес бикини мир не видел и тому подобное супер тема всегда хотела узнать о такой подготовки а тут еще и такие блогеры хвалят основу кстати да я не знаю было ли в истории советского российского ютюба чтобы когда-то два блогера объединились и ну вот прям от и до тем более у тани такая армия поклонников я думаю это будет действительно очень интересный масштабный проект причем заметьте мы делаем это совершенно бесплатно для вас тратим свое время мы на этом не зарабатывать я вообще в удовольствие просто настолько как бы я сейчас увлечена всем этим что я только в удовольствие жду следующей тренировки если кто-то думает что у тани сейчас много времени поверьте мне них с димой сейчас вообще практически нет времени и мы находим время чтобы делать эти ролики поэтому друзья будьте адекватные будьте позитивные и в ответ вы получите соответствующий отклик и от меня и от они чем можно заменить гравитрон не поняла немножко у меня есть ролик на канале как можно допустим научиться подтягиваться или отжиматься от брусьев очень много разных способов поможет помогать ваш партнер если вы ходите с кем-то в зал поддерживать вас но опять же в таких обучениях нужно не поддаваться этой поддержки и чувствовать мышцы стараться что чем вы сейчас работаете и не жалеть себя это самое главное а это все дело времени у меня тоже очень много роликов о том как научиться подтягиваться и отжиматься брусьев для девочек проще всего помните как вы тренировались в школе на физкультуре когда мальчишки подтягивались а девчонки делали половинчатые подтягивали то есть вы это можете делать в простой машине смита подняв или опустив гриф на определенный уровень ноги ваши впереди стоят на полу и вы делаете подтягивания постепенно постепенно наращивается сила просят рассказать об особенностях тренировок при проблемах со спиной сколиоз кифос какие упражнения можно нужно делать а какие нельзя можно и нужно делать все чего нужно избегать нужно избегать таких глупых советов которые не раз встречал на просторах всемирной сети к примеру тренировать там одну руку на ногу нет это не совсем корректно нужно тренироваться когда если у вас есть такая возможность вы работаете каждой рукой независимой или каждой ногой. То есть тренажер, когда вы тянете что-то на себя для спины, не общая рукоятка для двух рук, а каждая рука работает самостоятельно. Если нет, работайте с гантелями. Гантели как раз таки будут создавать определенную нагрузку, мышцы будут укрепляться. Но что самое главное нужно знать, что именно только движение и физкультура помогут вам. Единственное ограничение это работайте в диапазоне от 12 до 15 повторений. Три повторения в запасе. Понимаете, вы должны подбирать такой вес, чтобы вы сделали от 12 до 15 повторений, при этом осталось в запасе у вас еще 2-3 повторения. Вопрос от самых маленьких. Я подросток, мне 13, у меня произошел плохой период в жизни. Я резко похудела на 6 килограмм, для меня это был шоком. Я не хотела худеть, потому что я и так была ненормальной девочкой, так скажем. Вот ничего такого, причину мы не нашли, даже вылечилась. На вес я не набираю. Может вы мне поможете как правильно набрать вес без вреда для здоровья? У меня неделю назад был ДЖВП с желудком, что-то связано, и мне нельзя переедать. Но я переела, чтобы потолстеть. Но у меня вес не набирается и все. Может это из-за правильного питания? Потому что я питаюсь правильно из-за ДЖВП. вот, не подскажете? Как набрать вес ребёнка? Как набрать вес просто нормальный вес, не жировую массу. Потому что в основном, когда хотят поправиться, едят совершенно не ту еду. Нужно просто повышать углеводы в своем питании, но за счет полезных углеводов, а не жиров каких-то. И давать физическую нагрузку? Да. Ходите больше, подтягивайтесь. Если это подросток, да. Просто поменьше сидите за компьютером, если честно. Это самый лучший совет, который вам нужно дать. Но самое главное, вы должны быть уверены, обратиться к врачу, что у вас нет каких-то серьезных патологий. Потому что если какие-то проблемы с внутренними органами или с гормональной системой, то мы вам здесь не поможем. Мы не можем, мы не экстрасенсы с Таней и не будем вас лечить через экран. Хотя, конечно, если бы могли, то постарались бы. Сходите с родителями к врачу. Обязательно только так. Много просит рассказать о питании. Но мы сказали, будут ролики, будут интересные ролики. За четыре месяца подготовки не думаю, что Таня хотя бы выйдет в топ-5 на таких соревнованиях. Нужно начать с чего-то простого. Тут такая конкуренция. Это вам не фитнес-бикини в России. А почему вы так принижаете Россию? Насколько я знаю, там тоже сейчас очень серьезная конкуренция. На соревнованиях в Москве даже бывают там по 200 человек, 200 участниц. Да, сейчас это очень популярно вообще. Ну и то, что вы думаете или не думаете, в вашем возрасте уже, кстати, надо думать. А то, чего мы добьемся с Таней, вы увидите через пять месяцев, не через четыре. Да, да. Блин, Танюша, у тебя такая сейчас красивая, замечательная, женственная фигура. Зачем же портить такую фигуру и делать ее мужской? Это же совсем не женственно будет. Но, несомненно, это твое дело, если ты это правда очень хочешь, то удачи тебе. Спасибо. Спасибо, что мне сказали, спасибо. Пишут, наконец-то, вы встретились с Егором, у него классный канал, он давно живет во Флорде. Таня, ты теперь должна стать звездой фитнес-бикини. Именно так и будет, друзья. Будем стараться. За какое время возможно добиться существенных изменений с телом, как фитнес-бикини, если тело абсолютно не подготовлено, то есть с нуля? Все, конечно, индивидуально, как вы тренируетесь, как часто вы тренируетесь, но вполне себе ожидаемых результатов можно через, может быть, месяцев пять-шесть увидеть. Да, серьезно. Но какие они будут, опять же, может быть, вы еще дальше захотите двигаться, а останавливаться на чем-то, мне кажется, глупо. Даже если я, допустим, ну, к примеру, займу там первое место где-то, это не значит, что я остановлюсь на этом моменте. Наоборот, это тебя стартанет, только смотивирует. Но вы должны понимать, что с медицинской точки зрения все процессы в организме начнутся изменяться только через три месяца. И через шесть месяцев начнутся действительно видимые такие результаты, которые будут видеть ваши близкие. Но что самое главное, это, конечно же, не ориентируйтесь ни на кого. И, опять-таки, все индивидуально. С какой точки вы начинаете? Если вы начинаете, к примеру, как Таня, и вы хотите, к примеру. Самое главное, поставьте перед собой одну большую цель, но она должна быть как маяк, а потом разбейте ее на маленькие. И только так, пошагово, шаг за шагом вы сможете к чему-то прийти. Не старайтесь. Если вы хотите сказать, как многие ко мне обращаются, наверняка к тебе тоже, Егор, я вот хочу там накачаться за два-три месяца, а потом мне больше ничего не нужно. То, друзья, вы не туда попали. Идите куда-нибудь и качайтесь. Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой должен быть процент жира в организме у бикинисток? И это как-то влияет на менструальный цикл? Как можно сжигать жир, не сжигая мышцы? Спасибо за ответ. Действительно, именно процент жира в женском организме влияет на менструальный цикл, но бывают и исключения. Я знаю девочек, которые круглогодично, причем без использования фармакологии, находятся в такой шикарной жесткой форме. Конечно, когда у нее цикл, там ее заливает, но я ее вижу постоянно, она выступающая спортсменка, она постоянно в шикарной форме. А есть люди, которые стараются, стремятся, и у них это сложно получается. Если вы хотите выступать, неважно, какой у вас процент, смотрите на себя в зеркало. Бикини как раз-таки позволяет вам быть сексуальной, женственной, красивой, сохраняя при этом здоровье, цикл. Это не бодибилдинг. Друзья, понимаете это? Скажите, пожалуйста, как правильно выбирать вес, которым тренироваться? Шикарный вопрос. Вы вам всегда говорим, и Таня, и я, и другие блогеры, и тренера, определенный диапазон повторений. Для чего мы это делаем? Потому что, как мы говорили раньше, все вы индивидуальны. Кто-то может присесть сразу со 100 килограммами, а кому-то и 10 будет тяжело. Поэтому выбирайте вес самостоятельно относительно рекомендаций по повторениям. И не забывайте, что никаких отказных повторений у вас не должно быть, особенно на первых порах, первые два года. И если вам сказано сделать 8 повторений, вы должны сделать четких, подконтрольных 8 повторений, и при этом как минимум одно повторение должно остаться в разопасности. Вот такой вес и подбирайте. Просят повторить, какой витамин для продолжительности жизни принимать? Коэнзим-Кю-10. Коэнзим-Кю-10. Мы, кстати, будем скоро, да, еще по поводу спортивного питания? Да, сделаем отдельно вообще об этом ролике. Смотрю на участниц фитнес-бикини и становится страшно, что Таня станет такой. Не бойтесь. Я лично мечтаю, чтобы все вы были такими. Да, это точно. В любом случае соревнования по фитнес-бикини это новый интересный опыт. С удовольствием буду смотреть видео, связанные с подготовкой. Удачи. А простому смертному, чтобы просто классно выглядеть, можно не заморачиваться насчет этого спортпита? Можно. Да, опять же мы говорили. А силиконовые имплантанты будешь вставлять? Я не буду, но то, как мы поступим с Таней, вы узнаете в четверг на ее канале. Всем пока, не пропускайте. Пишите ваши вопросы в комментариях. У меня на канале, у Тани. И на все адекватные вопросы, смешные вопросы мы будем отвечать. Да, и если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Егора, на мой канал. И будете встречаться в следующих видео. Пока. Но самое главное, будьте счастливы на том пути, которым вы занимаетесь. Все остальное не имеет смысла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok